Добрый вечер, программа Насправде в прямом эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур и, пользуясь случаем, хочу поздравить в какой-то степени своих коллег, поскольку тоже имел в свое время отношение к этому празднику с Днем Учителя. Уже, к сожалению, прошел, но, думаю, есть о чем поговорить. Харьковская область в этом отношении, регион, не побоюсь слова, выдающийся. Что у нас происходит интересного и что, собственно говоря, является целью процессов реформирования образовательной системы в нашем регионе. Мы об этом сегодня поговорим с гостями, которых я с большим удовольствием представляю. Директор Чугуевской общеобразовательной школы номер 2 Наталья Соливон. Здравствуйте, Наталья Владимировна. И директор Департамента науки и образования облгосадминистрации Анатолий Бабич. Здравствуйте. Добрый вечер. И с праздником, конечно же, вас. Спасибо большое. Есть, да, еще раз употреблю это слово коллеги, хотя я, конечно же, в какой-то степени в прошлом, во всяком случае, что касается школы. Всегда, когда говорю о региональных реформах, вот немножко себя одергиваю, в принципе, можно ли говорить о реформах в отдельно взятом регионе, в такой сложной отрасли. На что, в принципе, вообще влияет регион? По большому счету, не учебные программы, там, ну, все, что касается образовательного компонента, это все как-то мимо нас получается, да? Нет, совсем не так. Есть, действительно, общие рамки государственного стандарта образования, то, что мы контролируем, то, что мы обязаны выполнять. Региональный уровень – это даже не обязательно область. Есть каждый населенный пункт, сельсовет, районный центр, город, где в той или иной степени преломляется то, что дает нам государство основы, да? То есть в каждом населенном пункте принимаются свои программы развития образования. Тому или иному, скажем так, направлению уделяется более или меньше внимания. Ну и самое главное, что приемы работы с детьми, с учителями, они везде отличаются. Какие задачи ты перед собой ставишь? Если в нашей области губернатором, сегодня Юлией Александровичной, поставлены задачи, что, как и в прошлом году, Харьковская область должна быть первой в Украине по рейдингу по развитию образования, мы к этому твердо идем. Главное – это качество и доступность образования. И все то, что мы делаем, используя и государственные средства, и областные средства, и районные, и городские, это создать комфортную среду и условия для получения достойного образования нашим детям. И вот тут сразу возникает вопрос, да, вот место учителя и место школы в этом процессе. Точкой, отправной точкой всего реформирования в образовании является школа. И главная персона, на которую направлено образование – это ученик. В центре всего реформирования стоит, конечно, наш ученик. А исполнитель этой реформы, конечно же, педагог. И сейчас очень важно, насколько подготовленный педагог к реформированию, настолько у него высокая компетентность, профессиональное педагогическое мастерство, вот настолько и удастся исполнить те заложенные перспективы, которые оговариваются в реформе. Мне довольно сложно следить, поскольку мой личный опыт – это опыт первых постсоветских лет, это конец 90-х скорее, то есть там все носило на себе такой еще отпечаток советской модели. Насколько сейчас, опять же, в этих вопросах школа, педагог самостоятельно? Есть команда реформаторов в Киеве очень серьезная и интересная. Есть интерес облгосадминистрации тоже к реформированию. А сами педагоги? Ну, я хочу сказать, что изучая концепцию новой современной школы, украинской школы, я ловила себя на мысли вместе со своими коллегами о том, что все эти положения, заложенные в концепции, мы давно осуществляем и внедряем. Ну, посудите сами. Первое – это качество образования. Мы уже на протяжении нескольких лет работаем над качеством образования, повышением его качества. И основной проблемой школы является повышение якости освиты как раз. Качество образования в условиях раньше государственного стандарта, внедрения новых государственных стандартов, сейчас в условиях запроваджения концепции новой украинской школы. Таким образом, мы работали и работаем над повышением качества образования. Это раз. Уже на протяжении многих лет мы знаем прекрасно, что без подготовленного профессионала, учителя, невозможно никакое реформирование. Потому что давно и работаем в плане повышения профессиональной компетентности педагога как условия реализации этой концепции. И, безусловно, у нас создана огромная система, прекрасная система методической работы, педагогические клубы, методические студии, школьные методические объединения, где каждый учитель может раскрыть свои способности усовершенствовать профессиональное мастерство. И это дает свои позитивные результаты. Я добавлю, не случайно сегодня у нас у вас в гостях директор школы из Чугуева, потому что город Чугуев, никто не мог подумать пару лет назад, что у него результаты, у его выпускников, самые лучшие в Хайковской области. Не город Хайков, не какой-то другой населенный пункт. А то, по чем мы можем более-менее объективно оценить качество образования, результаты учебы наших учащихся, есть ЗНО. Так вот, город Чугуев сегодня в Хайковской области занимает первые лидирующие позиции по результатам сдачи учащихся. Там еще есть более интересный момент, если взять, посмотреть в общеукраинскую картину по результатам ЗНО, вот там первые 100 или 200 школ, которые показывали лучшие показатели. Вот для меня это было, признаться, довольно шок, не шок, но серьезная неожиданность. Там добрая половина школ это вообще не городские, или по крайней мере это не школы крупных городов. А все вопрос в чем? Отношение к учителю, к работе. Есть замечательный учитель, который приходит в класс, просто излагает свой материал. Но на самом деле для того, чтобы был хороший результат, учитель должен тоже владеть тестовыми технологиями, для того, чтобы он мог в какой-то мере помочь учащемуся подготовиться к ЗНО. Не просто изложить материал, который по программе написан, а заниматься подготовкой к ЗНО. Вот в городе Чугуеве и в других населенных пунктах есть у нас по области, это не очень крупные даже города, а районные центры, где есть педколлектив, есть учителя, где именно работают, они готовят и есть результаты у учащихся. А вот насколько серьезная роль современных технологий в процессе обучения и доступа равного? Потому что, насколько я понимаю, вот этот успех, там условно, школ маленьких городов, он во многом, наверное, за счет того, что есть у учеников возможности получать знания не только в школе, а где-то там по дополнительным источникам. Спасибо за вопрос. Это очень интересный вопрос, потому что действительно условием успешного реформирования современного образования является внедрение инновационных технологий. Без инноваций никакие реформы невозможны. Понимая это, в нашей школе создана, опять же, система инновационных технологий. И мы уже в 2000-м году пять коллег моих вместе со мной прошли. Тогда по фонду возрождения, по линии фонда возрождения, были курсы по внедрению критического мышления, методики критического мышления. Пять педагогов овладели этой методикой и распространили среди учителей города педагогический коллектив. Потому что на сегодняшний день мы владеем инновационными технологиями, методикой критического мышления, развития критического мышления, проектными технологиями, интерактивными технологиями, информационными технологиями. Сегодня в нашем каждом классе есть плазменный телевизор, ноутбуки, что может максимально повысить эффективность урока и его результативность. Безусловно, система методической работы, которая существует в школе, также способствует повышению возможностей владения этими инновационными технологиями. Я добавляю, извините. Да, пожалуйста. И добавляю. Все есть в городе Чугуеве, но плюс к этому должна быть отличная материальная база. Есть у нас школы, где есть хороший результат, но, извините, кабинеты физики, химии, биологии 60-70-х годов. На нем просто невозможно научить. Мы все прекрасно знаем, что наши учащиеся Хайковской области побеждают на международных олимпиадах по математике, по физике, по химии, по информатике. Это стабильно. Когда три года назад я с ними пообщался, чего не хватает? Да, говорит, там все учащиеся из других стран, из Германии, из Израиля, приезжают в цифровые лаборатории. Мы считаем по физике вручную очень полчаса, а у них сразу есть результат, потому что они умеют пользоваться цифровыми лабораториями, которых у нас нет. И Хайковская область уже второй год подряд занимается тем, что выделяют средства на покупку именно кабинетов, современных кабинетов, цифровых лабораторий. Это и химия, и физика, и биология, и кабинеты математики. Для того, чтобы не только в городе Хайкове, но и в каждом небольшом населенном пункте, если это тем более опорная школа, если мы говорим о реформе образования, были эти современные кабинеты. Тем самым мы даем... Два года назад мы учили наших учителей работать в этих кабинетах, потому что сходу там не разберешься, что к чему. Но на сегодняшний день их не так много, но процесс уже идет. И этим самым мы стимулируем ребят, заинтересовываем изучать тот или иной предмет и повышать свой качественный уровень образования. Хочу продолжить, да, как раз о материально-технической базе. Безусловно, без инструмента учитель не может реализовать те все возможности, свои способности, которыми он владеет. И я хочу сказать огромное спасибо и Анатолию Валерьевичу за то, что нам, да, известно стало решение о выделении компьютерных классов на город Чугуев, четыре компьютерных класса, и в том числе и мы получим компьютерный класс. И мы не только иждивенцы, мы с вами очень активно работаем по привлечению средств и на укрепление материально-технической базы. Мы на протяжении трех лет уже работаем с проектами. И один из проектов в 2014 году выиграли конкурс, областной конкурс проектов. Это «Разум и Бутни». Благодаря этому было заменено освещение в нашем учебном заведении. В 2015 году, благодаря участию нашей общественности, родительской общественности, громаде города, городскому совету поддержки и, конечно же, отделу образования огромной поддержки, мы стали победителями европейского проекта совместно ЕС-ПРООН, ориентованной на местовую розовую громаду. И благодаря этому мы на сегодня получили прекрасный спортивный зал. У нас прошло капитальный ремонт спортивного зала, на реализацию которого было потрачено, привлечено 212 тысяч гривен с Европейского фонда, 450 тысяч городского совета и, конечно же, родительская общественность выделила 27 тысяч. Это софинансирование, так называемое. Потому, действительно, укрепление материальной базы школы – это насущная проблема каждого директора, каждого администратора. Потому что я считаю своей главной задачей создать условия, воспитать учителя достойного. Тогда мы получим прекрасные результаты. Ну, к слову, об опорных школах – это тот пункт, один из таких ключевых реформирований, который вызывал наиболее ожесточенные споры, потому что это касается, в принципе, социальных стандартов, да, и во многом, там, скажем, определяет, так или иначе, статус даже населенного пункта, у которого там есть школа или нет, да. Ну и говорили, в принципе, о том, что где-то это, наверное, нарушает социальную справедливость, да, вот если можно выразиться. Я вам скажу так. Суть опорной школы, добавлю, да, что остаются же филии. Да, у этих школ в небольших селах не будет юридического лица, статуса, но школа сама по себе остается. Будет она называться школой или филией опорной школы, по сути, ничего не меняет. Если мы говорим о том, что школа по комплектности не может быть полной, и учащиеся по два, по три человека в классе, небольшой сельской школы не помогут получить качественное образование, и мы не можем до них дойти с современным оборудованием, с качественными педагогами, их просто нет в этом населенном пункте, то есть возможность создать филию, где будет начальная школа, либо средняя школа, а старшая школа будет находиться в опорной главной школе, где мы обеспечиваем надежный и безопасный подвоз детей, где будут современные классы, современное оборудование, и самое главное, учителя, специалисты по каждому предмету, которые смогут детям дать достойное разноплановое образование, взаимосвязь и желание того или иного учащегося. У нас сегодня шесть опорных школ, созданных на территории области, две, я могу сказать, уже могу пригласить любого желающего, жителя Хайковской области, других регионов Украины, нам не будет стыдно, я считаю, что это лучшая школа в Украине, это Ивалковский лицей имени Масельского, Измеевская школа, все современные классы, то, о чем я говорил, цифровые лаборатории, электронный тир для защиты отечества, предметы, компьютерные классы и наполнение такого, которых нет даже в столичных школах. Поэтому есть будущее, я считаю, что в опорных школ, год-два, сейчас очень многие учащиеся, в том числе Повалком, хочу сказать, когда приехали, посмотрели, что есть в этой школе, сами хотят привестись в эту школу учиться, потому что, когда не просто словами, говоришь, создаешь какую-то опорную школу, никто ничего не понимает, но когда она уже создана, и стоит лишь показать, какие есть условия и возможности для обучения, это не только, это и классная работа, да, это и кружки, это и занятия физкультурой и спортом, дополнительные секции, родители начинают понимать, что, наверное, будущее ребенка, в том числе, зависит от этого. — Я немножко о грустном все равно хочу, как не крутись, пока что, да, как не заговоришь об учителях, все равно какая-то грустная нотка есть. Учитель, хороший учитель, который увлечен своим делом, конечно, безусловно, проводит на работе большую часть своего времени, и здорово и классно, что у него будет современный класс, и аппаратура, на которую он сможет действительно там все, что хочет, да, вот все возможности у него есть, и то, чтобы там детям дать всю информацию, все знания, но потом заканчивается рабочий день, безлимитный, безлимитный, но тем не менее, вопрос жилья, вопрос зарплаты и так далее. Ну, зарплаты, скажем, это ведомство, в большей степени, введение президента, и там вроде как обещаются какие-то подвижки, да? — Обещают, более того, могу сказать, что в бюджете уже просчитано 30%, президентского 33%, но в среднем мы просчитали 29-35% плюс в зарплате каждый педагог получит в следующем году. — Это уже что-то, да. — А вот как привлечь, опять же, в школы, в сельские школы, прежде всего, тех людей, тех молодых людей, прежде всего, молодых педагогов, потому что это ведь тоже проблема, да, у нас все равно так или иначе возраст. — Это безусловно остается проблема, ну, я не знаю, будете ли вы удивлены или нет, на прошлой неделе было совещание в Киеве большое, моих коллег, директоров департаментов областных, самая большая проблема в нехватке кадров, это в городе Киеве, у них 1200 вакансий, просто потому, что все киевские педагогические вузы, у них там не один, как у нас там порядка четырех, в Киеве зарплата учителю, никто не хочет идти, потому что те же выпускники педагогии находят наиболее высокооплачиваемую работу, поэтому говорить о том, что в сельской местности больше проблем, чем в городе, в данном аспекте даже уже и не стоит, потому что непонятно, где лучше, откуда человек приехал учиться. Но то, что проблема есть, она, безусловно, есть, в Харьковской области она не так остро стоит, но, тем не менее, по начальным классам были проблемы с учителями, по дошкольному образованию были проблемы, по некоторым предметникам, в этом году мы все смогли закрыть студентами старших курсов, магистратуры наших педагогических вузов. Но то, что проблема остается, и, безусловно, стимулы, а именно и жилье, и какие-то подъемные, и земельные участки для сельской местности остается нагальным. Но дело в том, что, опять-таки, опорная школа, в том числе, и в этом помогает. Опорная школа, в принципе, находится в крупном населенном пункте, где, в принципе, возможности найти жилье кем-то оставленным или служебным остается намного больше, чем в селе, где осталось 20 домов, и как бы это только заново строить. Поэтому я считаю, что и опорная школа в этом может помочь. Но стимулы для... Ведь не так много сейчас и желающих идти в педагогические вузы, поэтому с 1 января, в том числе, еще один стимул, то, что от государства студентам технических и педагогических вузов будет повышенная стипендия, это еще один стимул для того, чтобы привлечь наших детей и идти учиться, и становиться учителем. Ну, а я хочу добавить то, что большая роль, конечно, в этом... в мотивации, в мотивировании, да, привлечении молодых специалистов и поднятии авторитета учителя. И большая роль еще играет, большую роль играет и громада. Городской совет нам, наверное, повезло в Чугуеве, потому что у нас городской совет, отдел образования делает все возможное и постоянно вместе с учителями на всех праздниках, все трудные минуты, все проблемы решаются вместе. Галина Николаевна говорит, у нас нет проблем, у нас есть нерешенные задачи. И потому ежедневный, вот, коропотливый труд, внимание со стороны городских властей, мы это постоянно чувствуем. И, действительно, кроме того, что мы услышали решение Верховного совета о повышении заработной платы, нам еще подняло настроение, потому не очень-то грустно. Наш городской совет, решением которого мы получим премию около 30%. Это все работники, педагоги нашего города, и это очень приятно. Кроме этого, мы получаем всевозможные подарки в виде даже хорошего настроения. Прекрасный концерт, который мы получили на день работников образования, это спасибо нашему Дмитрию Алексеевичу Шенцеву, депутату, и, опять же, городскому голове. Помимо этого, мы получаем и материальные подарки. В том смысле, вот вчера, например, я день провела на работе. Мы получили три единицы электрооборудования на кухню. Это и... Вот такие подарки. Вот такие подарки. И сегодня мы подключили электропечь вчера, электрожарочный шкаф и электромясорубку. Сегодня наши дети уже кушали обед и приготовлены на новой плите. Так что роль действительно огромная городского совета. И то, что мы сегодня на подъеме учителя Чугуева, и результативность работы вот такая высокая, это тоже играет в том числе большую роль. Поэтому региональный аспект есть. В общем, скажу, в этом году порядка 100 миллионов было выделено, в том числе из областного бюджета. Часть была государственных средств, которые пошли на улучшение материально-технической базы. И это открытие новых детских садиков, реконструкция существующих. И то, что сказали по замене оборудования на кухнях, то, что очень важно на сегодняшний день. Это и замена окон, и классы, и компьютеры. До конца года еще планируем почти полторы тысячи новых компьютерных классов. Поэтому все при поддержке областной администрации. Главное, что у нас есть понимание, и мы видим, что за образованием светлое будущее. Самое главное, вот такая забота вдохновляет и хочется совершать действительно подвиги. Можно и так сказать. И результаты, которые мы получаем, радуют и городской совет, и каждого педагога, и каждую школу. Безусловно, то, что мы имеем на сегодняшний день, в частности, если взять нашу школу, результативность нашей работы. Первое место в городе среди учебных заведений по олимпиадам. 10 победителей городских олимпиад. Победители мановской работы. У нас победа во всеукраинском конкурсе веб-сайтов. Мы заняли школу, заняло третье место. У нас победа на всеукраинском конкурсе по оздоровлению. В прошлом году мы получали грамоту Министерства социальной политики за победу в этом конкурсе. Безусловно, коллектив работает как единое целое, как одна дружная семья. И потому мы рождуемся каждому результату и хотим работать на результат. Ну что ж, я еще раз хочу поздравить вас уже, к сожалению, с прошедшим, но тем не менее, с Днем Учителя. Спасибо, что сегодня были гостями нашей студии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Потому что у нас одной из справедной идеи реформирования образования – это воспитание патриотизма. Но я хочу сказать, что мы работаем в этом направлении очень давно. Сегодня дети наши патриоты. Они патриоты страны, патриоты области, патриоты города и патриоты, конечно, школы. Они гордятся нашими высокими результатами и благодарят каждому, кто помогает нашей школе. Потому что я хочу вот такой привет передать нашему начальнику департамента. Директору, директору, извините. Никогда не передавали. Да, вот такой приятный, да. Дети наши пишут. Мы любим нашу Украину. Мы счастливы, что живем на Харьковщине. Мы рады, что наш город Чугуев. Мы гордимся школой родной. Большое вам спасибо, наши дети, ученики школы номер 2. Спасибо вам еще раз, спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом уже действительно все. До свидания, до следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова